Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я плавно подхожу к видео о том, как же общаться со своим ребенком. Я расскажу об этом, исходя безусловно из своего материнского опыта, а также из общения со специалистами, которых здесь в Италии на самом деле достаточно. Любая мама может бесплатно консультироваться с детским психологом, не говоря о том, что и в садах работают детские психологи бесплатно, но и также персонал детского сада действительно может вас очень-очень хорошо проконсультировать, так как было, допустим, в моем случае вот недавно по поводу подгузника с Данечкой, точнее, не с Данечкой, я консультировалась, а по поводу Данечкиного подгузника и то, как, в общем-то, его отучить, и стоит ли форсировать события. Тоже об этом в отдельном видео рассказывала. А в этом видео мне бы хотелось затронуть тот аспект, который возник в комментариях под видео о том, что итальянские мамы – это мамы, с которых можно и, на мой взгляд, нужно брать пример. Очень многие мне написали, что итальянские дети инфантильны, и очень многие мне написали, что итальянские дети – это дети, которые демонстрируют окружающему миру некую вседозволенность, которая поощряется родителями. И в этом видео я расскажу вам про инфантильность, а также про вседозволенности. Итак, инфантильность. Опять же, обращаюсь снова к одному из видео Вероники Степановой. На самом деле, я не помню, каково название этого видео, и смотрела я его, возможно, пару лет тому назад, но в одном из видео Вероника Степанова сказала, что американцы, например, они очень и очень инфантильны. Вот они до 30 лет еще в университетах тоже учатся, но зато это люди, которые редко нуждаются в психологах, потому что вот их инфантильное сознание – это восприятие окружающей действительности, которое свойственно детям в том числе. Оно позволяет им быть очень-очень гибкими, очень легко и просто реагировать на стресс. И могу сказать, что, опять же, возвращаясь к своим видео о стрит-стайле, очень многие обращают внимание на то, что итальянцы идут, и у них другое выражение лица. У них не просто дружелюбное и улыбчивое выражение лица, у них действительно выражение лица расслабленное. Они останавливаются у витрин, что мужчины, что женщины, что дети. Я стараюсь не снимать не своих детей. Очень часто меня спрашивают, а где же дети на улицах? Я просто их не снимаю. И могу сказать, что в основном я снимаю в рабочее время, то есть первую половину дня, когда дети в детских садах, в школьных учреждениях, поэтому дети в кадр не попадают. Но если сравнить выражение лица у взрослых, у детей, выражение лица будет очень похоже. И вот, например, они останавливаются у витрин, неспешно куда-то идут, останавливаются, все это рассматривают. И если посмотреть на этих взрослых через призму того, как могут рассматривать витрины дети, вы увидите большое сходство. И в этом, опять же, и проявляется в том числе инфантильность итальянской нации, которая достается им прежде всего, на мой взгляд, на мой непрофессиональный взгляд, от итальянских мам. Что происходит и что мне бросается в глаза? Первое. Итальянские семьи в основном имеют двоих детей. Это дети, которые имеют очень маленькую разницу между собой. Иногда это всего лишь полтора года. И крайне редко эта разница бывает три года и больше. Что это значит? Это значит, что мама, которая сопровождает ребенка в детский сад, которая сопровождает ребенка куда бы то ни было, она, как правило, всегда на руках имеет еще одного маленького ребенка, как правило, младенца. И вот в этот момент, на мой взгляд, и происходит то, что приводит итальянскую нацию, в особенности итальянских мужчин, к некой инфантильности. Потому что инфантильность у женщин, она менее заметна. Ну и женщина, наверное, все-таки, поскольку я, опять же, за классическую модель семьи, она должна быть инфантильна, она должна уметь позволять о себе заботиться. На мой личный взгляд, это должно быть так. А мужчина, он должен быть сильным, он должен быть опорой, он должен быть локомотивом семьи. Так вот, как раз-таки у итальянских мужчин эта инфантильность проявляется не столько сильнее, чем у итальянских женщин, просто ее больше видно. Соответственно, что происходит? Когда ребенок должен учиться делать что-то самостоятельно, это всегда большое испытание, прежде всего для родителей, как правило, для матери. Потому что, как правило, до похода в сад, ребенок большую часть своего времени проводит именно с мамой. Соответственно, мама должна уметь иметь достаточное количество терпения, чтобы подождать, пока ребенок пуговицы застегнет, пока он колготки наденет, пока он носочки свои где-то там найдет и уж тем более наденет, пока он, о боже, шнурки начнет завязывать. Ребенок начинает завязывать шнурки примерно в 4-5 лет. Это на самом деле испытание для любой мамы. Что происходит с итальянской мамой в этот момент? У нее нет возможности ждать, у нее нет возможности позволить своему ребенку, проявив желание что-то делать самостоятельно, дать ему время на ошибки, на то, чтобы он потренировался, дать ему время и возможность, точнее, то время, сколько ему требуется. Потому что есть дети, которые быстро чему-то учатся, есть дети, которые медленнее чему-то учатся. У нее нет на это времени. Она всегда завязывает ребенку шнурки, потому что у нее на руках младенец, которого скоро нужно кормить, спать, укладывать, выгуливать, мыть, менять, снова кормить, спать, укладывать. Поэтому она завязывает ребенку шнурки, она застегивает ему одежду. Приходя в сад, опять же, имея младенца на руках, а итальянские мамы, на самом деле, меня поражают, возможно, и в России также. Я, на самом деле, им памятник готова поставить, вот они с детскими креслами с этими. Вынули коляску, базу для коляски, детское кресло вынули, вот так называемое яйцо, прикрепили, поставили. Старшего ребенка вынули, рядом с коляской поставили. Пошли до детского сада. Детский сад не оборудован у нас пандусом. Это значит, что коляску нужно оставить у входа. Соответственно, она берет маленького ребенка либо на руки, а если он спит, она прямо-таки снимает снова базу, то есть автомобильное кресло, и несет маленького ребенка, сопровождая своего ребенка до шкафчика, где ему нужно помочь раздеться, где, как правило, она раздевает его сама, потому что у нее нет времени ждать. Потом она по лестницам, потому что, например, наша группа, еще одна, находится на втором этаже, то есть по лестницам с этим ребенком в этом яйце, либо с ребенком на руках. Она ведет старшего ребенка. То есть у итальянской мамы нет возможности дать своему старшему ребенку повзрослеть. Она все делает за него, потому что ей так удобно и потому что так быстрее. Что происходит со вторым ребенком? А со вторым ребенком происходит все уже по накатанной. Итальянская мама, как любая мама, устает к моменту, когда второй ребенок должен пойти в сад примерно 3 года. Это время, когда ребенок учится своей самостоятельности, и ему нужно дать время и возможность научиться быть самостоятельным. Но итальянская мама уже устала, и итальянская мама уже привыкла делать по-другому. Поэтому второму своему ребенку она снова завязывает шнурки. На самом деле эти шнурки для меня это болезненная тема. Мои дети все прекрасно умеют завязывать шнурки, учатся этому с 4 до 5 лет. Просто когда Егор ходил в гольф, он занимался гольфом, я видела детей, которых сажают на багажник родители и завязывают им шнурки. Но не просто завязывают, они с них обувь снимают, надевают специальную обувь для гольфа. Детям по 8 лет, мальчишкам, вся группа была из мальчишек, им 8 лет. Он сидит, смотрит куда-то в сторону, еле-еле ногу подставляет, и вот это уже проявление детской инфантильности. То есть ребенок даже не задумывается, но он не задумывается о том, что он может не просто сам шнурки завязать, а даже ботинки надеть, потому что его этой возможности лишают в раннем детстве, когда он должен иметь возможность этому научиться и привыкнуть делать определенные вещи сам. А от нас, как от родителей, требуется понимать, что ребенку нужно время и, соответственно, нужно наше терпение, чтобы, да, мы подождали, пока вот он управится, либо не управится и попросит нашей помощи. Но с вторым ребенком или с третьим, если так получилось, но редко в итальянских семьях трое детей, происходит уже все по привычке. Соответственно, мама практически до 18 лет, я на самом деле не преувеличиваю, разливает водичку ребенком, ребенком, разливает водичку детям за столом в стаканчике, дети сами себе не могут налить воду, взять графин, либо бутылку и налить воды. Она вскакивает тут же, чтобы что-то принести, если детям нужно. Она, в общем-то, помогает им, наверное, лет до 10 совершенно точно, куртки надевает, застегивает, снимает, убирает за них, куда-то класть, складывает. На самом деле итальянская мама очень и очень много делает за своих детей, просто потому, что когда-то ей было удобно. Она потом не может эту ситуацию отпустить. Это по поводу инфантильности, которая, опять же, возвращаясь к видео Вероники Степановой, точнее, к видео об инфантильности Вероники Степановой, не так плоха во взрослой жизни, то есть она повышает стрессоустойчивость, потому что, ну, инфантилизм имеет две стороны, как и, в общем-то, любая ситуация, любое событие. По поводу невоспитанности итальянских детей. Я могу сказать, что я очень хорошо отношусь к итальянцам. Очень люблю Италию, она меня приняла, моих детей приняла, но есть действительно моменты, которые возмущают даже меня. И я могу совершенно ответственно заявлять, что да, те ситуации, которые очень многие мои зрительницы описали, которые они наблюдали воочию, то есть ребенок мог залезть на стол, под стол, на стул, прыгать, бегать, мешать другим. Это все ситуации, которые происходят в отношении иностранцев. У итальянцев вообще большая проблема, и дайте мне знать в комментариях, если хотите, я вынесу это в отдельное видео. Фраза, non sono nazista, però, я не нацист, но. Вообще, на самом деле, в русском языке слово «нацист» имеет очень негативный контент, потому что, потому что такая история у нас. В то время как в Италии нацист – это да, человек, который различает людей по нации, по национальному признаку. И могу сказать, что в Италии эта проблема, вот эта фраза, non sono nazista, però, звучит очень часто. Я не нацист, но вот это мне не нравится, и это происходит, потому что они другой нации, они иностранцы. Это проблема итальянского общества, которое признанно, и которому итальянское общество относится очень-очень болезненно. Итальянцы стыдятся того, что они нацисты, но, тем не менее, это имеет место. Так вот, если вы понаблюдаете за итальянскими детьми, такая ситуация в 9 случаях из 10, когда дети кого-то беспокоят, она происходит в отношении иностранцев. Это могут быть даже немцы, уж тем более, это могут быть русские. Не знаю, почему это происходит, точнее, я догадываюсь, почему это происходит. Если вам будет интересно, я затрону это видео про нацизм итальянский, который до сих пор существует. Но могу сказать, что в целом итальянские семьи в отношении друг друга достаточно корректны и воспитаны. Итальянские дети в отношении других итальянских семей, которые могут присутствовать в той же самой пиццерии, либо в том же самом круизе, кто-то мне описывал ситуацию с круиза, они будут достаточно, скажем так, в рамках держать свое поведение, держать своих детей и вовремя их осекать. Но если такое поведение распространяется в отношении иностранного гражданина, иностранного ребенка, то, скорее всего, там действительно будет иметь место вот та вседозволенность, о которой мне дали знать в комментариях. Неприятно, но факт. Но могу сказать, отдать должное право здесь итальянцам, они совершенно точно признают, что их манера делить людей по национальному признаку, она у них имеет место. Очень часто это обсуждается, и повторюсь, фраза национного нациста «pero» – это фраза, которую очень часто можно слышать от итальянцев в самом обычном разговоре. На этом я с вами прощаюсь, дорогие зрители, желаю всем, чтобы ваши дети были воспитаны, и чтобы это воспитание давалось вам легко. Потому что я сама убедилась, что да, воспитывать ребенка – это увлекательно и даже легко, если действительно позволить ему взрослеть в тех рамках, в которых он должен взрослеть. То есть не форсировать события, не ожидать от ребенка того, что в его возрасте ему не может быть просто свойственно. И наоборот, когда ребенок проявляет инициативу и хочет делать что-то сам, необходимо проявить терпение, чтобы он научился, и чтобы потом вам не пришлось делать что-то за своего ребенка. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.